Привет, с вами Коля Элм и сегодня я расскажу вам о своих первых впечатлениях от Оменсайд. Это инди-экшен от третьего лица, который делает акцент на сюжете и взаимодействиях персонажей. Если вкратце, в вымышленном мире Юралии случился апокалипсис, а ваш персонаж предвестник этого самого апокалипсиса, который должен путем постоянного перемещения назад во времени в день катастрофы понять ее причины и в итоге каким-то образом изменить ход истории. Дисклеймер. Ключ мы получили от разработчиков примерно за неделю до релиза, так что учитывайте это в случае чего. Итак, как вы уже поняли, тут происходит полный день сурка, только в конце дня все умирают, из-под земли вылезает какое-то местное подобие Юрмунганда и просто сжирает всех вокруг. Да и до его появления в Юралии все было не то чтобы спокойно, идет война двух королевств, котики с мечами против мышей колдунов, все такое. Вам предстоит понять мотивы здешних военных и правителей, а затем, кажется, с использованием полученных во время вылазок назад во времени знаний, уговорить их сделать все по-другому. Ну, то есть примирить, объединить перед лицом тотальной аннигиляции. Понятно, да? Задача благородная, но, честно скажу, как минимум в начале история не выглядит чем-то особенным, а уж письмо и озвучка персонажей и вовсе хромают. В общем, расследование вести интересно, но стимула нет, сопереживать этим самым котикам и мышкам не получается, а вот некоторые кусочки лора находить на уровне более-менее интересно. Но, но-но, списывать со счетов игру все же не стоит, просто потому что в плане механик она сделана людьми, которые знают, что такое экшен от третьего лица, как он должен выглядеть, управляться и все такое. Вот взгляните. Должен сказать, что анимации и визуальный стиль в целом мне очень импонируют. Чем-то Омэнсайд в этом плане напоминает Фьюри, Индии с 2016 года, которая тогда мгновенно завоевала себе место рядом с лучшими экшенами в истории индустрии вообще. Ну, по моему мнению. Жаль только, что Омэнсайд воспринимает себя слишком серьезно. Ну, иногда ваши напарники пытаются шутить об акробатике главного героя и его стремлении собрать побольше лота, но в целом это очень серьезная игра с очень серьезной историей, которая рассказывает о том, как два серьезных королевства дрались-дрались, а потом все умерли. Ну, так себе. Ну, ладно. Давайте, собственно, поговорим о так называемом Core Gameplay Loop, то есть о том, чем в игре вам придется заниматься час за часом. В начале каждого дня вы тратите заработанный опыт и валюту на прокачку персонажа, его умений и экипировки. Сложно эту систему не назовешь, и до полноценной экшен-рпг Омэнсайд далеко, но периодически подкидывают всякие клевые штуки и инструменты, вроде замедления времени рядом с персонажем или, скажем, скилла, который позволяет кидаться одними врагами в других. На поле боя все это сочетается со способностями напарников, которых вы тоже выбираете в начале дня. Самое крутое комбо, которое я видел пока что, это замедление времени плюс ускоряющие атаки и движения песенка королевы-мышей-ратики. От напарников зависит далеко не только арсенал боевых способностей. Их основная задача — продвижение сюжета и поиск улик, которые вам помогут в будущем. Возвращаться на одни и те же уровни, ну, иногда приходится, мы все-таки говорим о дне сурка, но при этом наверняка придется столкнуться с новыми врагами и взять с собой другого напарника, который укажет какой-нибудь скрытый путь, например. Короче, с вариативностью проблем вроде бы нет. Что мне понравилось больше всего? Ну, это, понятное дело, сам процесс нарезания противников на части. Он тут энергичный, отзывчивый и достаточно разнообразный. Из игр, понятно какого японского разработчика, успешно украли Perfect Dodge, который замедляет время, ну и у них же подсмотрели то, как нужно делать анимации у ворота и атак. Короче, я от таких игр всегда требую того, чтобы нажимать на кнопки в них было не больно. А тут нажимать на них даже приятно. Самый жирный плюс. В общем и целом же, во время игры меня не покидало ощущение того, что все это сильно напоминает старые экшены от третьего лица в духе Prince of Persia Sands of Time. Только без ползаний по стенам и прыжков от столба к столбу. Все эти, знаете, растянутые экосцены с простенько поставленной камерой, никаких ближних планов. Ну, надеюсь, вы достаточно стары, чтобы понять, о чем я говорю. Будто бы игру с PlayStation 2 прихорошили и выпустили в 2018. Ну и на мой взгляд, это не минус. Это просто вот так тут все есть. Лично я, несмотря на недочеты сюжета и письма, пожаловался бы совсем на другое. Во многих местах, ну, просто хромает темп игры. То есть, вместо насыщенных действиям боев, которых тут много, которые видно, что умеют делать, приходится просто подолгу бежать вперед, открывать дверь за дверью, искать нехитрый лут и не слишком-то искусно спрятанные секреты. Ну, а во время всего этого вам там, например, экспозицию выдают. Все это вкупе с низкой скоростью передвижения главного героя может быстро надоесть. Бои прямо-таки становятся накрадой за ваши страдания, а это не есть хорошо. Что в итоге? Ну, перед нами так называемый испорченный драгоценный камень. Инди-игра от инди-студии некоторым сотрудникам, которой явно не хватает опыта, но зато другим хватает задора и желания. Когда-нибудь они точно сделают свою Fury или там Hollow Knight и так далее, или Cuphead, если к тому моменту компания не развалится от недостатка денег. Быть меценатом или не быть, решать вам стоит. Home Insight совсем недорого, но если учесть все то, что я перечислил выше по тексту, наверное, можно и скидки подождать. Лично я бы ждать не стал, но это точно не очередная игра года. Ненавижу традиционную систему оценок, но Home Insight определенно заслуживает где-то 7 баллов из 10. И это совсем не означает то, что ее следует пропустить. И если вам понравилось это видео, ставьте лайк. Если не понравилось, ставьте дизлайк. Приходите в комментарии, задавайте вопросы, подписывайтесь на наш канал и читайте нас в твиттере. Ну и если хотите поддержать Game Club and Pub материально, для этого есть Patreon. Ссылка в описании и на экране. Мы будем очень благодарны, а тем, кто нас уже поддерживает, огромное отдельное спасибо. Играйте только в хорошие игры. До встречи.